Последние спектакли театрального фестиваля «Золотая маска» пройдут 8 и 9 ноября в Рижском русском театре. «Ничья длится мгновение» – это постановка малоизвестного романа литовского писателя Ицхокаса Мераса. Об итогах фестиваля – интервью с его продюсером Юлией Лочмелой. География фестиваля в Латвии расширяется, и в этом году он прошел в Лепое, в Риге и в Энспилсе. В этом году «Табакерка», «Старший сын», «Рамт» с детскими спектаклями. Прием был замечательный. Что в Энспилсе, что в Лепое, в городах, которые, в общем-то, их не так сильно часто балуют культурными, на мой взгляд, качественными мероприятиями. Мы, конечно, там делаем щадящий режим по ценовой истории, но мне было очень приятно смотреть, как публика с каждым годом идет, ей больше нравится, они начинают понимать, что, оказывается, необязательно иметь медийные лица на сцене, и ты получишь большое удовольствие от прекрасной игры актеров, от хорошей сценографии. В Риге в этом году осталось нам провести только два последних спектакля, «Старанта», «Ничья длится мгновение». Да, это спектакль о взаимоотношениях людей во время Второй мировой войны. Да, это гетто, да, это тяжелая история европейской вообще, Второй мировой войны. Но, вы знаете, это очень светлый спектакль, потому что всегда и во все времена будет идти борьба добра и зла. Человек из любой ситуации должен выходить по-человечески, даже если при этом он теряет свою жизнь, потому что потом он все равно с этим жить не сможет. Там играют очень молодые, очень известные по сериалам актеры, такие как Нелли Уварова, да, которая играла в сериале «Не родись красивой». И, вы знаете, вот это тоже психологически интересно, потому что все-то видят их такими смешными, веселыми, иногда глупыми, а на самом деле они очень-очень хорошие и глубокие драматические актеры. Билеты еще продаются как в сети Белеш Парадиза, так и в кассах Рижского русского театра. Мы делаем ежегодно достаточно много проектов, связанных с симфонической музыкой и с балетными спектаклями. В этом году, вот в декабре месяце, мы впервые привозим очень интересный проект, хотя их будет три, но один из них – это гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета. Балетная труппа будет представлять два знаменитых спектакля. Юрия Григоровича, который он специально поставил для этой труппы, акцентированное «Лебединое озеро» и спектакль «Ромео и Джульетт». Все спектакли очень красивы. Это труппа, балетная которая взрастила таких знаменитых танцевщиков, как Рудольф Нуриев, потому что в годы войны именно Уфа приняла Мариинский театр и Ваганское училище. Именно тогда были заложены очень сильные традиции, которые продолжаются и сейчас. 13 декабря на сцене театра «Дайла» мы привозим самую яркую премьеру Москвы. Егор Дружинин, знаменитый хореограф, режиссер, который поставил очень многие известные мюзиклы в Москве, поставил спектакль, танцевальный, пластический спектакль, который называется очень просто «Всюду жизнь». «Всюду жизнь» – это спектакль, где 25 молодых актеров танцуют о жизни Европы 50-х, 60-х годов на музыку знаменитого Бреговича. И в Москве на него ходят просто как, знаете, не надо ходить в психотерапевт, то сходите на спектакль «Всюду жизнь», вы будете счастливы, довольны, и у вас будет совершенно потрясающее настроение. Спектакль действительно замечательный.